Всем привет, друзья! Это уже третий ролик на нашем канале, в котором я рассказываю про фишки в приложениях, о которых вы могли не знать. Ссылки на предыдущие ролики из этой серии про Инстаграм и Телеграм я оставлю в описании. Ну а сегодня я расскажу вам про 10 фишек MIUI 11, про которые вы могли не знать. Приятного просмотра! Для использования видео в качестве обои рабочего стола и экрана блокировки нужно перейти в галерею, выбрать необходимый ролик, затем нажать на троеточие в нижнем правом углу и выбрать пункт «Установить как живые обои». Здесь же включаем звук, нажав на кнопку в правом верхнем углу, если хотим установить обои со звуком, и нажимаем «Установить». Приятно то, что установить в качестве живых обои можно как свои ролики, так и скачанные из интернета. Идем дальше. Для включения темной темы необходимо перейти в настройки, в раздел «Экран», выбрать пункт «Темный режим» и активировать его. Здесь же можно настроить работу по расписанию, выбрав нужный промежуток времени. Кстати, темная тема теперь поддерживается во многих сторонних приложениях, и этот список постепенно пополняется. Для размытия миниатюр нужно перейти в настройки, выбрать раздел «Рабочий стол», прокрутить вниз и выбрать пункт «Размывать миниатюры». Здесь выбираем программы, которые хотим размыть, и все. Теперь сторонние люди не смогут подсмотреть на ваши свернутые приложения и ценную информацию. Это особенно актуально в общественном транспорте. Что это такое? Смотрите, открываем калькулятор и нажимаем на стрелки в левом верхнем углу. Калькулятор открывается поверх рабочего стола в миниатюрном режиме. Теперь можно пользоваться одновременно калькулятором и любым другим приложением. Здесь же можно отрегулировать прозрачность. Это удобно. Перейдите в настройки, затем в раздел «Расширенные настройки», далее «Спецвозможности» и выберите пункт «Масштаб изображения на экране». Здесь с помощью ползунка можно выбрать один из трех размеров иконок и шрифта, и после нажать «Применить». Теперь в родном браузере появилась возможность скачать видео из многих сайтов. Скажу сразу, YouTube пока не работает, а вот в Instagram все окей. Под каждым роликом появилась кнопка «Загрузить», нажав на которую ролик сохраняется в папке «Загрузки». Для изменения стиля часов необходимо перейти в настройки «Блокировка экрана» и выбрать пункт «Стиль часов экрана блокировки». Здесь доступно три вида. Выбираем любой понравившийся и устанавливаем. В MIUI 11 появилась возможность изменить шторку уведомлений. Для этого открываем настройки, затем «Уведомления», «Шторка уведомлений» и выбираем стиль уведомлений как в Android, либо в MIUI. Отличия заключаются лишь в количестве отображаемой информации. Для активации данного режима нужно открыть приложение «Безопасность», выбрать пункт «Ускорение игр» и добавить необходимые приложения, в которых требуется максимальная производительность. После запуска игр запускается «Ускорение игр» и по сваипу с левого верхнего угла открывается панель инструментов. Здесь можно записать экран, сделать скриншот, отключить уведомления и так далее. Ну и последняя фишка на сегодня – это звуки. Xiaomi добавила новые системные звуки. Чтобы включить их, нужно перейти в «Настройки», «Звук и вибрация» и выбрать новые звуки уведомлений или событий. Теперь при получении оповещений смартфон издает звуки природы и птиц. На этом все, друзья. Напишите в комментариях, понравилась ли вам 11-я версия MIUI или нет. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику, если он вам понравился. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.